Есть ли Бог с научной точки зрения, с позиции физики? Что такое Бог? Где находится Бог? Насколько состоятельны религиозные воззрения? Насколько разумны представления атеистов? Информация довольно жесткая, не все окажутся готовы к ее восприятию. Вопрос «Есть ли Бог?» кажется очень сложным и трудно разрешимым, но на самом деле известен достоверный ответ «Есть ли в действительности Бог?». И этот ответ для многих окажется удивительным. Удивительным в равной степени и для верующих, и для отрицающих. Для тех, кто впервые смотрит наши фильмы, отдельно отметим, что мы не опираемся на какие-либо гипотезы и предположения, а вся информация дается строго в рамках научного метода. А научный метод, в свою очередь, опирается на законы логики. Почему важно опираться на законы логики? Потому что все, что входит в противоречие с законами логики, в мыслительном плане ущербно и несостоятельно. Итак, что такое Бог? Первое, что надлежит сделать, это дать определение основному предмету в рамках научного метода. В ряде религиозных традиций Бог определяется как триединства – Отец, Сын, Святой Дух. Как подойти к этому вопросу с научной точки зрения? Первое, что мы видим в рамках религиозных трактовок – это объединение трех сущностей в рамках одного понятия, одного термина. В теологическом плане это вполне привычно. Верующие, так сказать, пользуются. Однако, с научной точки зрения подобное объединение создает определенные противоречия с законами логики. Первый из законов логики, закон тождества, гласит «иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой. Ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно». То есть, если мы говорим о строгом научном понимании вопроса «что такое Бог?», то говорить нам придется в рамках трех самостоятельных терминов, каждый из которых мы должны внятно определить. При этом надо понимать, что религиозные концепции формировались много столетий назад, во времена, когда культура соблюдения законов логики не была обязательной. В силу чего некоторые религиозные трактовки могут не иметь внятной идентификации по отношению к объектам триединства. Понять это можно на простом примере. Если мы объединяем в одно триединство три различных объекта, например, яблоню, яблоко, ветер, и называем все это триединство «ебловер», то в результате такого подхода структурно закладываются логические противоречия в дальнейшем описании свойств такого триединства. Например, можно декларировать, что ябловер круглый, и в частном смысле, да, яблоко круглое. Но круглый не является сама яблоня или ветер. Можно декларировать, что ябловер вездесущий. Мы можем сказать и так, но это будет иметь какой-либо смысл в отношении ветра, а не в отношении яблони. То есть, применяя научные инструменты к религиозным текстам, мы должны учитывать заложенную возможность структурных ошибок и неточностей, связанных с несовершенством мысли того исторического периода. И если в религиозных источниках указано, например, на обезличенность Бога, то это может относиться к одному из составляющих триединства понятий. В частности, обезличенным может быть, например, Святой Дух. Если перевести понятие божественного триединства на научный язык, мы получим примерно следующее. Сын, описанный в соответствующих религиозных источниках субъект, обладающий в бытии, если он в действительности существовал, материальным телом, имеющий облик человека, находящийся, согласно источникам, в родственных отношениях с субъектом, известным как Бог-Отец. То есть, в биологическом смысле сын, вполне себе земной человек, передвигающийся на ногах, имеющий глаза, уши, остальное, потребляющий пищу и так далее. Следующий элемент триединства – отец, субъект, персона. Согласно религиозным источникам, отец находится в родственных отношениях с сыном. Настоящее местоположение отца неизвестно, имеющееся сведения об отце относятся к отдаленному историческому периоду. Живой этот субъект или неживой? Если слова передают конкретный смысл, а слова для этого собственные и предназначены, то факт родственных отношений с субъектом сын подразумевает то, что субъект-отец имеет биологическую сущность, то есть исходя из родственных отношений с сыном, живым существом, мы можем заключить, что и отец – живое существо. Дополнительным аргументом в пользу данной версии является формулировка «по образу и подобию». Если человек создан по образу и подобию и представляет собой живое существо, то есть внятное основание предполагать, что и отец, по чьему образу создан человек, также является живым существом. Из чего возможной является следующая трактовка понятия «отец». Отец – описанный в соответствующих религиозных источниках субъект, обладающий в бытии материальным телом, имеющий облик сходный с человеческим и находящийся согласно источникам в родственных отношениях с субъектом, известным как сын. То есть, если озвучить кратко в современных научных терминах, отец – представитель разумной формы жизни, имеющий признаки, соответствующие человеческим, предположительно находящийся на более высоком уровне развития, как минимум для периода начала нашей эры. То есть, под определение «отец» попадает представитель разумной формы жизни, одной из разумных форм жизни, сходной по внешнему виду с человеком. Вот такая интересная ситуация. Далее позиция третья – Святой Дух. По ветхозаветным представлениям Святой Дух воспринимается как дыхание самого Бога, действующая сила, которой Он все делает и творит. О чем идет речь? Подразумевается, что это нечто, существующее в реальности, а значит, в природе, неосязаемое, способное взаимодействовать с материальным миром, невидимая движущая сила. Если говорить конкретно, то это бесконтактная передача воздействия на физические тела со стороны объекта, имеющего биологическую природу. В современных терминах это телекинез. Бесконтактное воздействие на предметы. По-другому можно обозначить как тонкоматериальные взаимодействия. Давайте разбираться в этом вопросе. Есть или нет тонкоматериальные взаимодействия в принципе? Известно ли о них науке? Если есть, то как минимум одна позиция из триединства с научной точки зрения без вариантов существует. А разбираться в этом вопросе долго и не требуется. Тонкоматериальные взаимодействия есть. Экспериментально подтверждены. И наука это давно зафиксировала. Широко известны способности Нинели Кулагиной бесконтактно воздействовать на реальные физические объекты. Нинель Кулагина много раз демонстрировала свои способности перед учеными и в Ленинграде, и в Москве. Сеансы телекинеза были сняты на кинокамеру. Вы видите уникальные подлинные кадры, снятые во время одного из сеансов. Кулагина говорит, что компас служит для нее как бы индикатором. Если стрелка отклоняется, она уже чувствует себя в состоянии перемещать предметы. Но очень долго ничего не получается. Нинель Кулагина жалуется, что ей мешает сосредоточиться шум камеры, яркий свет и присутствие многих незнакомых людей. И только через полтора часа после начала опыта, стрелка наконец заколебалась. При дальнейшей попытке вращать стрелку компаса сдвинулся на сам комп под массовом корпусе. Все эти предметы случайны. Первое, что попало под руку. Спички предложил ассистент оператора Володя Тесленко. Папиросу и колпачок от авторучки, присутствовавший на съемках корреспондент «Московской правды» Лев Колодный. Этот полный цилиндр из анодированного алюминия. После некоторых сеансов Кулагина худела на несколько килограммов. Эта женщина была способна не только перемещать предметы. Непонятным излучением рук она была способна вызвать термический ожог. Она поднесла руку на неком расстоянии, ну вот таком, от моей руки. И говорит, чувствуете, что я говорю, нет? А сейчас, а сейчас, говорю, что-то тепло, а сейчас, а сейчас горячо, а сейчас, я говорю, очень жжет. Ну, хватит. Перед тему на руке я чувствую, так сказать, ржение очень большое. Что бы это могло быть, я тоже не могу понять. Этот колпак, которым накрывают средметы, из оргстекла. Не знаю, с этим раз. Что вы чувствуете во время перемещения предмета? Это очень сложный вопрос, объяснил себя сожжать внизу. Невозможно, кто-то подожидится. В основном, конечно, у нас такая-то не боль, я бы не сказала, что это боль. Просто тяжесть. Сожжать позвоночники и разошлите голову. Это основное. А потом в какой-то момент, как бы, какой-то толчок в голове. Вот, вот, мне подняли давление моментально чем-то в статистике, понимаете? И я уже в этот момент чуть-чуть взглянула. В один из сеансов Нинель Сергеевне удалось подвинуть графин весом 480 граммов почти на 10 сантиметров. Графин двигался по скатерти, вопреки всем известным законам физики. Биологический объект посредством неосязаемого поля переместил предмет. Документально засвидетельствовано. Факт существования тонкоматериальных взаимодействий имеет статус «Доказано». То есть, проявление тонкоматериальных взаимодействий, а значит, и сущностей в природе, есть, существуют. Более того, рассматриваемое поле не может являться уникальным свойством одной единственной Нинелли Кулагиной. А значит, само явление существует комплексно, и речь надлежит вести о комплексе полей от различных биологических объектов. Также мы ни в коей мере не говорим, что на телекинезе возможности тонкоматериального исчерпываются. Мы не говорим, что это частное проявление в форме телекинеза, исчерпывающее характеризует все тонкоматериальное. Ни в коей мере. Но для установления самого факта, наличие тонкоматериального в природе, есть оно или нет, вполне достаточно и одного данного проявления. Тонкоматериальное есть. А комплекс тонкоматериальных взаимодействий и сущностей – это что? Выражаясь религиозными терминами, это святой дух. Казалось бы, все, разобрались. Но все только начинается. И дальше начинается самое интересное. Продолжение следует... Продолжение следует...